Электрифицировать УАЗ-Профи становится модным. Первой батарейную версию ульяновской полуторки показала фирма МЭР, которая даже умудрилась заручиться поддержкой Минпромторга, подписав специальный инвестиционный контракт. А сейчас перевести коммерческий УАЗ-ик на электрическую тягу решила московская фирма Спецавтоинжиниринг, известная знатокам российского автопрома как создатель аккумуляторных фургонов «Газель Некст». Партнера москвичи призвали ателье «Эсте Нижегородец». Это весьма авторитетный доработчик, то есть производитель надстроек, спецтехники и тому подобного Комтранса. Мы взяли автомобиль УАЗ-Профи именно потому, что на сегодняшний день она достаточно востребованная коммерческая машина и полностью отечественного производства, с отечественной шасси. Новинку назвали «Эко Автопроф». Ей полагается синхронный электродвигатель китайского происхождения пиковой мощностью сразу 130 кВт. А пиковый крутящий момент лишь немного не дотягивает до 1000 ньютон-метров. Сейчас пока это прототип, ему предстоит еще испытание и сертификация. И на серийное производство мы выйдем примерно к марту следующего года. Объемы производства на следующий год мы планируем порядка 500 автомобилей. На прототип поставили аккумулятор емкостью всего 24 кВт-часа. Однако серийные машины планируются комплектовать литий-железо-фосфатными батареями на 40 и 80 кВт-часов, с которыми расчетный пробег составит 150 и 300 километров. Данная платформа имеет модульное исполнение. Заказчик имеет право выбрать запас хода, который для него является оптимальным. Это 150 километров, 300 километров. Заказчик может выбирать размер зарядного устройства, то есть 22 кВт или стандартно 6,6. И действительно, в списке опций будет значиться 22-киловатное бортовое зарядное устройство, с помощью которого зарядить 40-киловатный аккумулятор удастся за 2 часа. С такими характеристиками Экоавтопров будет интересен в первую очередь службам доставки. Проект Экоавтопров – это все-таки экономически более бюджетный проект, чем мы делали раньше. Он рассчитан на максимальную популяризацию для решения задач маркетплейсов, ритейла, доставщиков в черте города и, соответственно, в ближайшие их области. Ориентировочная цена в 4,5-5 миллионов рублей не станет препятствием для закупки электрических профи. Ведь пока цена зарядки электромобилей выходит существенно ниже, чем заправка грузовиков дизельным или газовым топливом. Редактор субтитров А.Семкин